Сегодня мы продолжим чтение сказок. У меня в руках книжка, очень красиво оформленная, называется «Аленький цветочек». В ней много разных интересных сказок. Сегодня я начну читать вам одну из сказок под названием «Липунюшка». Сказку эту написал Лев Николаевич Толстой. Жил старик со старухой. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома в блинной печь. Старуха напекла блинов и говорит, «Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес. А теперь с кем я пошлю?» Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит, «Здравствуй, матушка». А старуха ей говорит, «Откуда ты, сыночек, взялся? Как тебя звать?» А сыночек ей говорит, «Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек. А там я и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке». Старуха ей говорит, «Ты донесешь ли, Липунюшка?» «Донесу, матушка». Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле. В поле попалась ему на дороге кочка. Он и кричит, «Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку. Я тебе блинов принес». Старик услыхал с поля, кто-то его зовет. Пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорил, «Откуда ты, сынок?» А мальчик говорит, «Я, батюшка, в хлопочке вывелся и подал отцу блинов». Старик сел завтракать, а мальчик говорит, «Дай, батюшка, я буду пахать». А старик ему отвечает, «У тебя силы не достать. Нет, пахай». А Липунюшка взялся за саху и стал пахать. Сам пашет и сам песни поет. Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракой, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику, «Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?» А старик говорит, «У меня там мальчик пашет, он и песни поет». Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку. Барин и говорит, «Старик, продай мне мальчика». А старик отвечает, «Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть». А Липунюшка говорит старику, «Продай, батюшка, я убегу от него». Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене, «Я тебе радость привез». А жена спрашивает, «Покажи, что такое». Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нет. Липунюшка уж давно к отцу убежал. Вот и вся сказка. Липунюшка уж давно к отцу убежал. Липунюшка уж давно к отцу убежал.